Регулирование трудовых отношений в Республике Казахстан осуществляется трудовым кодексом Республики Казахстан. Трудовой кодекс был принят 23 ноября 2015 года и вступил в действие с 1 января 2016 года. И, конечно, все основные права, обязанности участников трудовых отношений, как работников, так и работодателей, регламентируются трудовым законодательством. Следует отметить, что Трудовой кодекс регулирует трудовые отношения независимо от формы собственности работодателя, независимо от его организационно-правового строения. Основанием для применения Трудового кодекса является заключение трудового договора. И вот на этом этапе позвольте озвучить, что в настоящее время в Казахстане объявлена акция «Заключите трудовой договор». То есть цель проведения этой акции – провести легализацию трудовых отношений. Если у нас граждане состоят в трудовых отношениях, исходя уже из норм и гарантий, закрепленных в Трудовом кодексе, они пользуются преимуществами. Если не входят в трудовые отношения, а на них распространяются гражданско-правовые отношения, спектр их льгот существенно сокращается. И в настоящее время, когда проходит легализация трудовых отношений, формализация населения Республики Казахстан, это связано с получением выплат из фонда социального страхования, с введением обязательного медицинского страхования. Основа основ – трудовые отношения. И, конечно, не надо забывать в этом случае и о пенсионном обеспечении. Работник работает в трудовых отношениях, обязательные 10% пенсионные взносы идут на его индивидуальный накопительный счет. Это будущее пенсионное обеспечение. Таким образом, через трудовые отношения проходит реализация остальных социальных льгот и преимуществ для граждан Казахстана. Поэтому работая обязательно, оформление должно быть оформлено заключением трудового договора. Один экземпляр должен быть у работника, один у работодателя. И в трудовой договор внести всю информацию, что должен содержать трудовой договор. Это и условия оплаты труда, и режимы рабочего времени, и времени отдыха, и вредные условия, или нормальные это условия, какие льготы в связи с этим наш работник получает, какие выплаты получает. Обязательно срок трудового договора. То есть весь спектр трудовых отношений. Основа основ трудовой договор. Развитие отношений в коллективе, возможно, помимо законодательной базы, которую закрепил трудовой кодекс, идет через трудовой договор, но это, конечно, уже зависит от способности и от содержания работника, насколько его труд индивидуален и квалифицирован. Отдельные работники могут пролоббировать свои интересы и включить дополнительные обязательства для работодателя в содержание трудового договора. Но в большинстве случаев у нас получается предусмотрение дополнительных льгот, социального пакета, но это через условия коллективного договора. Когда коллектив работников представляет профсоюзный комитет. Профсоюзный комитет, который уже подготовлен в этих вопросах. Профсоюзный центр предоставляет методические рекомендации по заключению коллективного договора, проводит общественную правовую экспертизу коллективного договора. То есть оказывает помощь первичным профсоюзным организациям в заключении коллективного договора. На тех предприятиях, где профсоюз не создан и не действует, к сожалению, там определяется представитель работников и он проходит стороной коллективного договора. Положениями коллективного договора тоже повышаются гарантии, компенсации для работников, регламентируются трудовые отношения, взаимные обязанности. Не только льготы и гарантии от работодателя закрепляются в коллективном договоре, но и регламентируются отношения по повышению производительности труда, по подготовке кадров, по дополнительному обучению, по соблюдению трудовой дисциплины, то есть чисто производственного процесса. И на тех предприятиях, где профсоюзы принимают участие в управлении предприятием, то, конечно, обе стороны достигают взаимных успехов. Этот вопрос, наверное, возникает в настоящее время, и он, конечно, актуальный, потому что мы видим вокруг предоставление услуг, государственных услуг, очень часто и в последнее время оно осуществляется, предоставление этих услуг осуществляется в электронном формате. Так вот, что же нас может ждать в трудовых отношениях, в этом направлении по цифровизации отношений? В планах Министерства труда и социальной защиты населения по этому вопросу было проведение мероприятий по созданию электронной биржи труда. Далее электронная биржа труда, естественно, приведет к электронной системе учета трудовых договоров. То есть на каждого работника будет электронный профиль. И вот эта информация, которая будет таким образом собрана в электронном варианте, она, возможно, заменит трудовую книжку на бумажном носителе. Но на сегодняшний день эти варианты предложения, они прорабатываются, где-то будут проходить в пилотном проекте, пока изменений по правилам ведения трудовых книжек нет. Они действуют, приняты Министерством в 2015 году. И по просьбе работника, в интересах работника, работодатель обязан вести, заполнять трудовую книжку. Куда вносить все сведения о награждениях, поощрениях, о работе. И причем интересный момент в правилах предусмотрен. Если трудовая книжка с согласием работника хранится у работодателя, то работодатель обязан предоставить письменные обязательства о возврате трудовой книжки по окончании трудовых отношений. Либо там на какой-то другой период работник ее изымает. То есть это должно быть оформлено письменные обязательства, ну что-то типа расписки. Это касается не только трудовых книжек, но и других подлинных документов, которые берет работодатель в процессе трудовых отношений у работника. Таким образом он подтверждает свою ответственность за сохранность подлинных документов работника. Конечно, сегодня очень в практике часто встречается, когда работники озадачены подтверждением своего трудового стажа, трудовой деятельности через сбор дополнительных документов, справок, свидетельских показаний, вплоть до подтверждения установления факта работы и подтверждения трудового своего участия в судебном порядке. Безусловно, это время занимает и хлопотное дело, не все эти вопросы легко решают, а в дальнейшем они имеют очень большое значение на пенсионные и социальные выплаты, потому что учитывается все по пенсионным отчислениям и по социальным отчислениям комплекс и объем, размер льгот, которые будут получать наши работники в дальнейшем. Поэтому, если это будет внедрено и освоено в полном объеме, конечно, уже будут упрощены многие процедуры. Ну а на сегодня, повторюсь, по-прежнему документы, подтверждающие трудовую деятельность, их закрепляет перечень Трудовой кодекс, это является трудовая книжка, трудовой договор с отметкой, о прекращении его выписки из приказов о приеме на работу, о прекращении трудового договора, ведомости по начислению заработной платы, архивные справки, перечисление пенсионный фонд, фонд социального страхования. И все эти документы закреплены, значит, перечень их находится в Трудовом кодексе. Трудовое законодательство, как и все национальное законодательство, оно не стоит на месте. И, безусловно, проходит его совершенствование. Вот если взять о последнем изменении, то законом Республики Казахстан от 16 апреля очередные изменения были внесены в Трудовой кодекс. Непосредственно было снято ограничение о работе по совместительству, не допускается за работа по совместительству для несовершеннолетних, для женщин в состоянии беременности и для работников, связанных с вредными условиями труда. Так вот, что касается аспекта вредных условий труда, за исключением работников здравоохранения, законодатель дополняет. Это продиктовано сегодня временем. Недостаток медицинских кадров, узких специалистов, для того, чтобы население все-таки получало медицинское обслуживание на должном уровне, в Трудовом законодательстве внесли вот это исключение. Следующее исключение, оно, будем говорить, такого уточняющего характера, касается той категории работников, в отношении которых работодатель инициирует расторжение Трудового договора по своей инициативе. Это с работниками, достигшими пенсионного возраста. С 1 января 2016 года эта норма распространяется для всех работников. Если ранее могли быть уволены гражданские служащие, государственные служащие, то сведение нового Трудового кодекса распространяется на всех работников по трудовому отношению. Но в процедуру, в порядок применения внесены уточнения. Письменное уведомление, не ранее, чем за месяц, работодатель выдает после достижения работникам пенсионного возраста, то есть не заранее. В процедурном плане там входит, помимо месячного уведомления, еще и выплата компенсации работнику-пенсионеру в связи с потерей работы. А размер компенсации определяется условиями Трудового коллективного договора или актом работодателя. Уточняются последними изменениями в Трудовой кодекс от 16 апреля и виды медицинского осмотра, которые осуществляет работодатель за счет своих собственных средств. Это обязательные, периодические, предсменные медосмотры при переводе на другую работу, на другую должность, а также при изменении условий труда при продолжении по той же должности и при проявлении уже первоначальных факторов профессионального заболевания. В этом случае обязанность работодателя провести медицинский осмотр за счет своих собственных средств. Наша с вами встреча проходит период проведения широкой акции, посвященной Всемирному дню безопасности охраны труда. И вот последнее изменение, оно тоже касается обеспечению основного, главного принципа в трудовых отношениях, который закреплен в Конституции. Это приоритетом развития государства является жизнь и здоровье граждан. А в преломлении на трудовые отношения — это жизнь и здоровье работников. Именно эти безопасные условия — это обязан создать работодатель. Конечно, в этом плане нельзя забывать и об обязанности работников, которые тоже должны соблюдать свои должностные обязанности и выполнять правила по безопасности охраны труда, выполнять все рекомендации, предписания, которые предусмотрены инструктажами, всеми видами инструктажей. И вот такое обоюдное выполнение обязательств сторонами трудового договора трудовых отношений, оно будет способствовать сохранению, обеспечению безопасных условий труда и сохранению здоровья работников.